Андрей Патрицын. Здравствуйте, Андрей. Добрый день. У нас сегодня что? Среда, третий день после окончания выборов в Госсобрании Курлтай-Республики. Окончательные итоги на сайте еще сегодня отсутствовали, но в общем мы их примерно уже представляем. Предварительные наверняка окажутся и окончательными, да? Как вы оцениваете, скажем, подготовку к этим выборам, сами выборы и их результаты? Ну, по порядку тогда. Подготовка к выборам шла обычным режимом, принимая во внимание, что оппозиционные силы фактически, настоящие оппозиционные силы фактически самоустранились от участия в выборах. Участие в выборах приняли только псевдо-оппозиционные партии, это я имею в виду КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия. Патриоты, кстати. Патриоты России. Ну, мы можем поговорить отдельно, если хотите, конкретно по каждой партии. Отличительной чертой вот этой предвыборной кампании и периода перед предвыборной кампанией было то, что Башкирия была достаточно сильно взбудоражена некоторыми проблемными вопросами. Это вопросы языка шиханов, значит, еще некоторыми. И у этих партий был прекрасный шанс воспользоваться подобной протестной повесткой, начать ее использовать, привлекать в свои ряды, там, скажем, ярких представителей этих движений. Я имею в виду, например, коалицию КПРФ, возможную коалицию КПРФ и организации Башкорт, например. По вопросам языка, например. Прозвучали такие, ну, скажем так, намеки на угрозу объединиться с Башкортом и привлечь действующих лиц руководителей Башкорта в число кандидатов от КПРФ. Ну, в общем, тут, конечно, власть реагировала сразу же оперативно, разделяя властвы. Этот принцип никто не отменял. Договорившись с КПРФ о повышении их представленности в республиканском парламенте, было поставлено условие, чтобы они не использовали эту повестку, не привлекали этих людей из Башкорта в свои ряды. КПРФ дисциплинированно исполнила этот заказ власти, получила свои плюшки, я имею в виду увеличение количества коммунистов в госсобрании на 50%. Вот, собственно, особенность действий КПРФ на этих выборах. Наверное, стоит сказать, что 50%, а в людях это буквально несколько человек. Ну, это было 10, стало 15. Да, то есть сейчас они получили 15 мандатов, сейчас они их кроваво делят между собой, значит, там начались внутрипартийные терки, разборки, выяснения отношений и прочее. Ну, ладно, посмотрим, в четверг будет известно, кто проходит. И дальше мы, значит, берем, например, Справедливую Россию. Справедливая Россия в этот раз у нас была совершенно другая. Мы помним, что после выборов 16-го года региональное отделение полностью демонтировано было и сформировано заново. Константин Шагимуратов покинул ряды нашего отделения партии Справедливая Россия. И фактически это отделение было захвачено посторонними силами, по сути говоря, выкуплено и полностью нормализовано под нужды власти республиканской. Мы сейчас со Справедливой Россией откровенно напрямую договорились, пообещав им вот эти мандаты, они получили 5 мандатов. Это, конечно, достаточно постыдная история в том плане, что партия абсолютно ничего не имеет, я имею в виду, региональное отделение общего с тем концептом, который есть во всей стране. У партии. Да, я имею в виду, региональное отделение абсолютно не соответствует тому, что делает и говорит сама партия по стране и, например, в Государственной Думе. Это чистый договорняк. То есть вы хотите сказать, что они здесь вообще ничего не делают или их концепция есть, но она другая? Нет, они вот в данном случае вообще ничего не делают. То есть они как бы легли под региональную власть и очень уютно им выданы эти 5 мандатов, они будут все довольны. То есть, несмотря на то, что СССР и Сергей Миронов считаются такой лояльной оппозицией, они все-таки, ну, хоть какая-никакая, но оппозиция. Ну, скажем так, если разбирать федеральную повестку «Справедливая Россия», то там есть отчетливо выраженное противостояние с правительством, есть некий социальный уклон и их определенный список требований, которые они считают своей программой, и некий концепт, там, вот этой вселенской справедливости. Ничего этого, значит, от местного регионального отделения мы не слышим. Более того, региональное отделение «Справедливая Россия» погрязло, на мой взгляд, в коррупции, в том плане, что они перед выборами напринимали в ряды кандидатов, ну, абсолютно смутную, значит, публику, пять человек с прошлым судимых, там, один из них под следствием за мошенничество и так далее, и так далее. То есть, все это был абсолютно денежный вопрос, потому что, ну, кто-то из них, там, решал тактические задачи ухода от следствия, еще что-то, но сам факт того, что партия торгует вот этими картонками, конечно, ну, выглядит очень постыдно. Не могу не спросить здесь, почему Миронов защищает в этом смысле позицию регионального отделения? Миронов исполнял тактическую задачу. Ему было, Хамитов ему пообещал пять мандатов, для него это выгодно. Миронов теряет позиции вообще в федеральном плане, ему нужно хоть как-то немножко компенсировать позицию партии за счет представленности в региональных парламентах. Ну, он счел это нормальным компромиссом, он даже тут осмелился вступиться за этого Абызова, вот того самого упоминаемого, который под следствием за мошенничество, и, в общем, махал руками и отмахивался от избирателей. Ну, Миронов уходящая натура, и «Справедливая Россия» тоже уходящая натура, как бы им они вот из последних сил цепляются за какие-то возможности в регионах. Дальше, значит, у нас идет ЛДПР. С ЛДПР не происходило ничего, ЛДПР мы не видели, не слышали, желтые буквы на синем фоне. Тихо, ровно в русле общероссийского решения о расширении представленности партии в региональных парламентах, они получают свои пять мандатов и спокойно, значит, дальше существуют внутри регионального парламента. И вот история с патриотами, первоначально даже я начал предполагать, что это есть какая-то интрига и какой-то достаточно большой глобальный замысел по всей России, но нет, это вообще в Башкирии был, в общем-то, спектакль одного актера. Вся эта история была затеяна только для того, чтобы привезти господина Нагорного в парламент, чтобы неким образом насколько-то его обезопасить от уголовного преследования. У него очень печальный криминальный бэкграунд, ему нужно сейчас немножко, значит, выскочить из этих всех историй, попытаться, по крайней мере, связанных с ФРЖС, связанных со строительством в городе, связанных с его деятельностью на посту руководителя администрации, вот он пытается прикрыться этим мандатом. Это единственная задача патриотов была вот в этой избирательной кампании. Потому что я знаю нескольких уверовавших в ту же концепцию граждан, которые достаточно большие деньги потратили на избирательную кампанию, пытаясь пройти... Вот я хотел спросить, почему тогда столько денег положили? Вместе с этой партией, но это было... Ну, вот финансовая деятельность вот этих наших малых партий, это всегда некий такой безобразный набор мошенничества, обмана, похищения средств, вымогательства и так далее. То есть мы видим по КПРФ, который сейчас в последние дни прославился и попыткой взятки от члена ЦИКа, членов партии. И вот сегодня, значит, вчера мы узнали там, значит, Старов, Рамазанов тоже, кстати говоря, депутаты, значит, Рамазанов депутат от КПРФ, тоже, значит, там, криминал, уголовщина. Ну, в общем, все эти... Их действия, все, что касается денег, всегда чрезвычайно криминальные, связаны с каким-то обманом и так далее. Патриоты совершенно беззастенчиво обманули несколько человек, которым сулили прохождение парламента, которые, в общем-то, обломались очень сильно и потратили многие миллионы рублей на эту кампанию. — Вот вы упомянули несколько раз, что там та партия договорилась о 15 мандатах КПРФ, другие о 5 мандатах, и вот по вашим данным, скажем, да, по вашему мнению, именно те места и получены в итоге, о которых речь шла заранее, или как-то все-таки отличия есть? — Вы знаете, практически никогда эти договоренности, там, в Белом доме, скажем, там, с тем же Михайловым и так далее не происходят в режиме, там, вот, мы вам даем 15 мест. Там идут всегда договоренности более сложные, они говорят о том, что, например, вот на этом участке мы вам не препятствуем, Единая Россия не выставляет сильного кандидата. Дальше сами. — Ну, предполагая некий закономерный, например, исход, то есть вот, ну, 10-12 кандидатов проходили железно от КПРФ, учитывая нынешнюю концепцию, нынешнюю конъюнктуру, 15 — это результат их, ну, некой работы, то есть тут нельзя отрицать того, что в договорных, значит, округах коммунисты изо всех сил кинулись, значит, ну, и там была и агитация, там была и работа какая-то, то есть им нужно было все-таки этот результат получить, то есть там и наблюдатели были от коммунистов, чтобы, не дай бог, какие-нибудь патриоты чего-нибудь не накидали и так далее. То есть тут такая вот, это не в полной мере рыночное отношение между, скажем, там, руководителем направления в Белом доме и руководителем регионального отделения партии, то есть там договоренности достаточно такие очень расплывчатые, но тем не менее, ну, договоренность о том, что дадут больше 10, она действительно была, потому что, в общем-то, вот мы помним, в 16-м году была концепция того, что нужно сократить представленность в Думе КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия, это была установка администрации президента, тогда еще Володин, значит, этим занимался, и вот, ну, жестко так прямо было сказано, что нет, ребята, вы вот столько и не получите, как вы там не стараетесь. То есть это был некий конфликт, там и было снижение финансирования партии и так далее. А как можно, если взять за основу то, что вы говорите, вот эту ситуацию, опять же, я к своему участку вернусь, да, на моем участке по одномандатному округу с большим отрывом победил представитель КПРФ, то есть, и это он победил реально, в смысле, люди за него проголосовали. У Дарья Кучеренко та же самая история, и на еще пару участков показали такие же результаты. Человек, который в результате побеждает по округу, представитель не единой России даже, а представитель ЛДПР, побеждает с огромным отрывом, при том, что у нас он проигрывает. То есть, это тоже часть некой договоренности на серии с уже ЛДПР. Здесь надо смотреть отдельно, конечно, каждый округ, сколько участков было в округе. Ну, штук 25, я думаю, было. 25, то есть, ну, с точки зрения математики, конечно, его проигрыш на трех участках из 25 не позволяет говорить о фальсификациях. Но надо получить данные по всем участкам, посмотреть, насколько перекошено вот это голосование, насколько компактен участок с точки зрения географии, потому что есть участки очень вытянутые, которые охватывают, скажем, разные социальные районы города. То есть, есть все-таки закономерность, что в определенных районах голосуют определенным образом. Вот странно, когда два соседних участка или, например, два участка, расположенных вообще в одном здании, так часто бывает, голосуют по-разному. Вот это вот странно. Ну, а когда они разнесены сильно географически, то нет. Это надо анализировать, смотреть. Я, честно говоря, не уделял никакого внимания, никакой аналитики не проводил по ЛДПР. Мне это неинтересно абсолютно было, потому что там просто технические вопросы, насколько я понимаю, решались. Гораздо интереснее то, что ЦИК наш республиканский в этом году колоссальным образом завысил явку в конечном итоге. То есть, вот это был один из маркеров неудачи на выборах. То есть, я имею в виду неправильное проведение и, значит, апатии населения. Ну, на мой взгляд, явка была завышена процентов, наверное, на 40-50 от того, что было на самом деле. На моей участке 15,9. Ну, вот ваши участки, вы их взяли за горло и на вас махнули рукой, и у вас там получилась колоссальная разница между тем, что показано в среднем, и вот то, что на ваших участках. Если бы достаточно большое количество было охвачено независимыми наблюдателями или независимыми членами избирательной комиссии, как в вашем случае, тогда бы мы, наверное, эту картину увидели более широко по республике. То есть, из 342, насколько я помню, избирательных участков, ну, вот вы вдвоем с Дарьей Кочеренко, значит, заблокировали все эти махинации. Ну, махнули они на вас рукой. Два участка на фоне 3000, это не беда. Получается, сами участники этого процесса, я имею в виду партии, кандидаты, то есть, они не посчитали нужным заниматься вот этой работой и приводить к тому, чтобы выборы были честными? Безусловно, вот на этих выборах в Башкирии не было ни одной партии, которая была бы заинтересована в альтернативном подсчете голосов, нежели ту технологию, которую пустил, значит, наш ЦИК. Никто из них не был в противостоянии с административным ресурсом, потому что в конечном итоге все они этим ресурсом воспользовались в той иной степени, то есть, вот в рамках тех договоренностей, которые они получили с господином Михайловым и вообще в Белом доме. А были ли реальные возможности у кого-то, вот так называемой реальной оппозиции, да, в этих выборах вообще поучаствовать? Насколько я понимаю, была дана установка не принимать подписи, даже если бы они были собраны, но, к сожалению, те, кто пытались в этом году собрать подписи, там, вот на самом деле подписи надо было собрать очень немного, 2200 в среднем. Никто не довел этот процесс до конца, у нас в Башкирии, увы, нет ярких фигур и людей, которые способны, скажем так, сгенерировать какие-то команды и какие-то финансы для того, чтобы вот этот процесс преодолеть. На самом деле это не очень большие деньги, по моим данным, ну, скажем, на сбор, эффективный, правильный сбор подписей в количестве 2200 штук достаточно там 200-300 тысяч рублей. То есть, даже столько незначительную сумму никто не смог саккумулировать, чтобы эффективно организовать эти процессы. Так что, ну, говоря о шансах, наверное, стоило бы, в первую очередь, говорить о людях, потому что есть шансы только у тех людей, которые реально хотят идти, бороться, получать какой-то результат. У тех, кто не хочет этого делать, конечно, шансов априори нет. По данным движения «Голос», они зарегистрировали такое количество заявлений о нарушениях, что мы оказались на восьмом месте по количеству этих нарушений, то есть не больше всех у нас их, хотя регион довольно-таки большой. Ну, на восьмом из шестнадцати. Ну, это тоже очень показательно. Отсутствие наблюдения, отсутствие критического подхода к выборам влечет за собой отсутствие жалоб. То есть, я знаю точно, что были ситуации на участках, которые не доводились до выбора, там, решения в пользу, там, вызова милиции, там, значит, каких-то фиксаций этих событий и так далее. То есть, я знаю точно, не буду говорить откуда, не буду говорить на каких участках, но я своими глазами отвезу. Как бы, все прошло тихо, мирно, смирно. В очень таком ключе именно господина Валеева Хайдара Арслановича, который у нас большой мастер этих избирательных технологий, он у нас уходит, уходит с почетом, с медалькой или орденом Салават Вилаева. То есть, это было его такое вот финальное выступление. А вот по явке все-таки вопрос, да? Наверняка, вот, власти видят, что реальная явка, вот, например, на моем участке, она невысокая. То есть, они понимают, что, по большому счету, явка была низкой. Это вообще часть плана? Или реально это беспокоит, например, сейчас власти, что явка вот такая? Тут полка о двух концах. Значит, если власти показывают, что явка была, например, 15%, то сразу же за этим следует несколько нехороших выводов. Во-первых, власти, ну, вывод такой, власть не смогла мобилизовать людей на выборы. Избранные депутаты госсобраний избраны, ну, абсолютно микроскопическим меньшинством по факту людей. То есть, это и сейчас так. Ну, когда, если бы было показано 15% явки, то фактически избранность, там, единой России была бы, ну, там, 7% избирателей, да? То есть, если, там, примерно 50% за них проголосовало. Это же, ну, вызывает некое сомнение в легитимности. То есть, это минус. Плюс в том, что власти прекрасно понимают ту напряженность, которая царит в обществе, в экономике, в хозяйстве. И заранее призывать людей выразить свою позицию было бы тоже неправильно с их стороны. Ну, они выбрали, вот, серединное решение. Явка 15% там плюс 25% дорисовали. Вот, собственно, то универсальное решение, которое они выбрали. Сейчас они будут стоять на своем и будут говорить, что у нас была явка, там, 47% и все. И отвалите. И, тем самым, отсекая все формальные упреки, например, в том, что они не смогли организовать нормальные выборы, ну, и, с другой стороны, показывая, что вроде как и пришло там чуть ли не половина избирателей. В результате выборов и их итогов можно ли ждать каких-то кадровых решений, о которых много говорили в преддверии, там, я не знаю, уход Ирика Елалова в Совет Федерации, например, или, может быть, еще что-то? Я не буду комментировать этот вопрос, я отказываюсь его комментировать, потому что я знаю на него ответ, но пока не могу говорить об этом по поводу ухода Елалова. По поводу иных кадровых решений я слышал о том, что у нас вроде как принято решение о том, чтобы попрощаться с господином Михайловым, наконец, как человеком, который уже окончательно убедил руководство в неспособности проводить выборы и заниматься вот внутренней политикой в республике. Иных кадровых решений, ну, Хайдар Валеев покидает ЦИК абсолютно закономерно, и ему уже готов сменщик господин Годилов. А в чем закономерность, кстати? Ну, все уже выработался, это уже настолько токсичный, как бы, персонаж, который, ну, нельзя уже дальше, удивительно, что сейчас еще удержали на этой позиции к выборам в госсобрании, ну, видимо, там были какие-то заделы определенные. Ну, так уж совсем надо, и заработался человек. Ну, а больше какие еще могут быть кадровые изменения? Внутри госсобрания, кто будет спикером, уйдет ли Толкачев в Москву, это пока все вопросы однозначно нерешенные, безусловно, обсуждаемые. Ну, у Толкачева, на самом деле, шансов достаточно мало попасть в Москву, потому что он опоздал, ему надо было уходить туда один цикл или два цикла назад. То есть, ему, скорее всего, будет предложено уйти там на почетную пенсию куда-нибудь в теплое место. А Рустам Хамидов объявит в ближайшее время о том, что пойдет на выборы главы в следующем году? По сути, он уже объявил это. Но неофициально, потому что он провел некий цикл совещаний с ключевыми игроками, вот, как говорится, в правительстве и так далее. В том числе он провел загадочное совещание с замами министров, которых, значит, нагрузил задачей работать изо всех сил, и что он видит в них только свою надежду и опору. Но, фактически, сейчас идет интенсивная работа по подготовке позиции Хамидова к выборам 2019 года. Хамидов решение принял, он идет на выборы, он еще не знает мнение Путина на этот счет, он не знает, как все обернется, но на всякий случай он готовит позицию и в Москву транслирует свою готовность. Я напомню, что в эфире программа «Персонально ваш». У нас в гостях политтехнолог Андрей Пателицын. Вы можете присылать нашему гостю вопросы по номеру для смс 7-900-27-304-10-51. После перерыва на новости мы вернемся и продолжим наш разговор. Субтитры создавал DimaTorzok Кремль сегодня объявила, что подозреваемые в отравлении Сергея и Юлия Скрипаль, Александр Петров и Руслан Баширов гражданские лица. Как выразился Владимир Путин, ничего там особенного и криминального нет. Поступая на Восточном экономическом форуме, Путин выразил надежду, что эти люди сами появятся и о себе расскажут, в частности в СМИ. Напомню, британская сторона уверена, что Петров и Баширов – это вымышленные имена действующих сотрудников ГРУ. Организаторы инцидента в Солсбери преследуют политические цели. В частности, они хотели оказать влияние на президентские выборы в России, так сказал сегодня постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин. Это будет очень полезно, когда эти люди, которых мы нашли, встретятся с прессой, они все расскажут, расставят все на свои места. Это будет лишним доказательством надуманности тех обвинений, которые выдвигают против нас в Великобритании. Встает вопрос, а кому выгодно? Наверное, тем, кто хочет, хотел и продолжает стремиться дискредитировать российское руководство, загнать нашу страну в угол, обложить красными флажками. Напомню, по версии британской страны, при атаке в Солсбери использовалось нервно-политическое вещество «Новичок». Ракетно-космическая отрасль России находится в системном кризисе, признал вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, аварии ракет-носителей и спутников, безусловно, влияют на авторитет нашей страны. Борисов назвал неприемлемыми слухи о причастности астронавтов НАСА к повреждению корабля «Союз», который пристыкован к МКС. Россия и Китай договорились проводить совместные военные учения на регулярной основе, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу. Сегодня он со своим китайским коллегой побывал на полигоне в Забайкальском крае, где проходят масштабные учения. Индекс счастья в мире находится на самом низком уровне за последние 10 лет, это выяснили социологи Института Гэллоп. Самой несчастливой страной названа Центральная Африканская Республика, где боевые действия между разными группировками вынудили десятки тысяч человек покинуть свои дома. На втором месте по уровню несчастья Ирак. Лидерами же по положительным эмоциям стали латиноамериканские страны, прежде всего Прагвай, Колумбия и Сальвадор. Официальный курс доллара на завтра уже известен. 69 рублей 57 копеек, евро 80 рублей 65 копеек. И о погоде сейчас в Москве около 20 градусов, ночью обещают 13-15, завтра днем плюс 18-20. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Марина Старостина, служба информации «Эхо Москвы». Реклама Набор водителей такси. У нас всегда для вас много работы. Служба заказа «Такси Мотор» 2-900-900. С 17 по 21 сентября 2018 года в ГКЗ Башкортостан состоится второй международный конкурс скрипачей Владимира Спивакова. Справки по телефону 273-78-89. По понедельникам и четвергам после 13 часов в студию «Эхо Москвы» в Уфе приходят те, кто хочет сделать наш город лучше. Слушайте совместную программу «Эхо» и Центр современного искусства «Облака» «Парк искусств». Ведет программу Валериан Гагин. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216-35-99. Будет реклама, будет и «Эхо» на томы и партнёры. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Имущество. Мюлькет. Стоимость имущества. Мюлькет, ха-ка. Стоимость имущества. Мюлькет, ха-ка. У задержанного прокурора обнаружено имущество стоимостью несколько десятков миллионов рублей. Кулга Алынган прокурорды. Бернисетисте миллион лык мюлькеты барлыга сыкланды. У задержанного прокурора обнаружено имущество стоимостью несколько десятков миллионов рублей. Эхо Москвы в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Персонально ваш. Продолжаем программу «Персонально ваш» на «Эхе Москвы в Уфе». У микрофона Руслан Валиев, а у нас в гостях политехнолог Андрей Пателицын. Номер для СМС-сообщений плюс семь девятьсот двадцать семь триста четыре десять пятьдесят один. Не забывайте при этом подписываться. Смотрите прямую трансляцию в Фейсбуке и на Ютубе. Буквально сразу после выборов нас сотрясла, наверное, информация о том, что у нас задержан прокурор советского района. И при получении взятки более пяти миллионов рублей, что само по себе, ну, мягко говоря, очень круто для Уфы. Дальше пошла информация, что у него имущество обнаружено то ли на сто восемьдесят миллионов рублей, то ли на семьсот миллионов рублей, да, и начали называть его уже уфимским Захарченко. Наверняка вы за этой историей следите. Как вы можете это все прокомментировать? Ну, во-первых, давайте начнем по порядку опять. Пять с половиной миллионов рублей, которые пытался получить этот прокурор, вполне укладывается в те нормы, которые положены районному прокурору. По нынешним временам это неудивительно. Удивительно, когда мэр Оренбурга получает триста тысяч. Вот это вот странно. А вот когда прокурор советского района города Уфы получает пять с половиной миллионов, это вполне адекватная цель. А давайте скажем, какова норма для мэра должна быть в этой ситуации? Не знаю, я вот знаю, что, скажем, по республиканскому уровню прокуратуры там где-нибудь, наверное, в районе уже 10-15 миллионов цифр, да. По мэрии не скажу. Зам мэра, вот это был уровень 30 и выше, я имею в виду Филиппова, ну и так далее. Вот, ну ладно, это мы в чужий карман заглядываем, да. Давайте поговорим про прокуратуру. Сам по себе факт вот этого ареста, вот этого задержания, вот этой операции, он, конечно, вопиющий абсолютно. Подряд второй прокурор задержан, значит, до этого у нас было в Училах прокурор задержан был, но там был не прокурор района, здесь прокурор района. И дальше, когда эта история стала развиваться информационно, я стал постепенно получать информацию там, значит, из закрытых и не очень источников, я обнаружил совершенно фантастическую конструкцию всей этой операции, в том смысле, что, во-первых, туда вовлечены были, ну, физически был вовлечен господин Армазанов, это депутат Горсовета, коммунист, опять же, да, известный человек в области таких, скажем, полурейдерских и прочих процессов, которые он очень широко практиковал в прошлом, впоследствии легализовавшись, стал бизнесменом и юристом, человек, который, ну, имеет репутацию некого решала, который может взаимодействовать между, значит, какими-то нуждающимися в помощи не очень законного характера и правоохранительными органами, его же родственник ближайший работает в суде Демского района, и известно, что именно через этот суд решались многие вопросы, в общем, фигура, конечно, очень интересная. Три года назад господин Армазанов был замечен в панамском скандале, имея офшор на Вирджинских островах, который был, да, упомянут в списке вот этого, значит, панамского регистратора, то есть очень интересная фигура, и вот он попадается на дачу взятки. Не очень корректно вышла информация в первоначальном виде, когда вот только-только это случилось, на самом деле все было так, сначала произошла вот эта история с дачей взятки, передачей денег и задержанием прокурора, а потом господина Армазанова остановили в аэропорту при попытке покинуть, значит, территорию республики. Я не знаю, куда он собирался, но, судя по всему, срочные дела возникли за пределами республики, а может быть, даже и страны. Вообще, история с арестами прокуроров, она очень сложная, потому что сами сотрудники ФСБ говорят о том, что задерживать и работать с прокурорами очень сложно, вести наблюдение, вести какие-то следственные действия, потому что положено извещать их начальству. А начальство, естественно, снимает трубку и звонит, и предупреждает своих подчиненных, потому что для них это плохая отметка, каким бы жуликам ни был их подчиненный, им очень невыгодно, чтобы его поймали. И вот в данном случае, в случае с училами была предпринята некая схема, очень такая сложная, когда действия проводились либо по анонимным сообщениям, либо в отношении еще невыясненных лиц формально. Только потом было и выяснялось, что это прокуроры. Ну, в общем, конечно, тут надо отдать должное господину Серышеву, нашему новому руководителю ФСБ региональному, который известен своим непреклонным отношением к коррупции в органах правопорядка. В Ингушетии он в свое время очень существенный след оставил в этой части. Ну, я надеюсь, что он проявит принципиальность. Еще одна важная деталь этого дела заключена в том, что взятка вот эта предположительно давалась в интересах одной из структур, которая связана с господином Кумлевым, застройщиком Миловского парка. То есть, видимо, я сейчас не могу утверждать однозначно, но, видимо, речь шла о том, чтобы каким-то образом изменить отношение прокуратуры к событиям, которые происходят вокруг Миловского парка и, ну, как-то вывести из-под удара там и Кумлева, и его подельников. Если дальше разматывать этот клубок, искать эти 355 потерянных миллионов, а на самом деле сумма значительно больше, то есть опасения о том, что можно выйти там и на господина Бровермана, и на господина Качкаева, людей, которые фактически, на самом деле, стояли за всей этой историей с крахом Миловского парка. Вот здесь посмотрим, хватит ли полномочий, смелости и отчаяния у господина Серышева раскручивать эту историю дальше туда, в Москву, потому что, как известно, Броверман очень близок к крупным московским кремлевским чиновникам, человек практически неприкасаемый. И Павел Рюрикович Качкаев у нас тоже сидит достаточно высоко и крепко в Государственной Думе. Вот посмотрим, остановятся ли они на Комлеве, Рамазанове и вот этом вороватом прокуроре, или пойдут дальше. Вот это очень важное дело, мы пока даже масштаба его на самом деле не представляем до кольца, но будем смотреть. То есть важнее вот то, что находится дальше. Важнее, что находится дальше. То, что прокурор советского района хапнул 5,5 миллионов рублей, ничего удивительного, это рядовое дело, судя по тому, что у него дома нашли там наличных денег на несколько десятков миллионов, и на несколько сотен миллионов у него нашли имущество, которое он физически не мог со своей женой, судьей мировым, заработать. Это, ну, дело обычное для нынешней России. Я думаю, что если вытрясти всю прокуратуру РБ хорошенько, то мы удвоим или утроим бюджет республики. Ну, это, конечно, так, эмпирика и фантастика, но тем не менее. Вот важно то, что будет дальше в этой всей цепочке, кто за что кому давал и какие интересы отставил. И будут ли отменяться решения судебные и прокурорские, значит, по тем делам, которые вошли в круг влияния этого прокурора-взяточника, тоже очень важно понять. Ну, раз уж мы заговорили о представителях силовых структур, наверное, затронем тему обращения, что ли, к Навальному Золотова, которая наделала много шума за последние сутки. А почему я об этом упоминаю? Вроде тема федеральная, но активистка штаба Навального в Уфе Ольга Комлева вызвалась, точнее, как предложила встретиться на дуэли с майором Шенгареевым, который у нас отвечает за вот эти дела, скажем, да, которые связаны с протестами. Как вы можете прокомментировать это все? — Майор Шенгареев — рядовой исполнитель всех вот этих вещей. Комлева может вызывать его на дуэли или не вызывать. Я понимаю, что это все гротеская шутка. Шенгареев — просто подобранный, годный человек для подобных гадостей. То есть не каждый способен на такие вещи, которые делает Шенгареев. Ну, вот они выбрали, то есть кадровая работа поставлена хорошо, подобрали человека, он исправно исполняет эту задачу. Если Комлева хочет ему что-то доказать, это достаточно наивное желание, на самом деле. Она ему ничего не докажет. Он абсолютно уверен в своей правоте. — Истинне уверен. — Конечно, да. Ну, как всякие люди, вот, пошедшие на компромисс со своей совестью, либо, то есть тут либо компромисс со совестью, либо отсутствие разума, то есть одно из двух, да. То есть я думаю, что Шенгареев — человек не глупый, значит, просто нашел компромисс. Потому убедить его невозможно. А Золотов, да, Золотов — это, конечно, провал. То есть в том смысле, что вот подобные вещи, это уже не работает. Быдло перестало смеяться над этим всем. Вот тот охлос, на который работает вся вот эта вот комарилия, он уже перестал реагировать, он уже голодает, ему хочется искать еды, а не слушать этих клоунов. А вот либералов и людей с мозгами Золотов, конечно, не на шутку развеселил. То есть показав сущность вот этого руководства и Росгвардии, и вообще российского руководства, понимая близость Золотова к Путину и понимая их некую аутентичность между собой, то, конечно, вот это Золотов очень большую глупость совершил, на самом деле. — Это, наверное, смех сквозь слезы больше, да? — Конечно, нет, это смех со сжатыми зубами, это более четкое понимание сущности нынешней власти через вот это выступление у людей возникло. То есть вот настолько примитивно, настолько как-то по-животному среагировать, в общем-то, на то, что делает Навальный, ну вот он только этим подтвердил эту свою сущность. — А может быть, все-таки и цель будет достигнута одновременно? Людей еще больше запугает это все? — Да нет, это же было не страшное выступление. Золотов был смешон и жалок, на самом деле, в этом своем выступлении. Если бы он сказал, что я сейчас обрушу на тебя всю силу, значит, закона и справедливости, и правопорядка, вот тогда бы это было страшно, потому что вот этим, это сила нашего государства, в руках у них закон, у них в руках Шенгареевы, у них в руках вот эти вот железные штуки на колесах, которые давят демонстрантов. А Золотов выступал, это вот такой какой-то босяцкий подход, я вот мужик, вызываю мужика на дуэль, да, ну, правда, там оппонент сидит в тюрьме, но ничего страшного, да, а вот если ты откажешься, то я тебя буду считать слезняком. Ну, это какой-то детский сад, это вот настолько примитивное мышление, настолько, если этот взрослый человек действительно так размышляет, если это ему не написали, по бумажке не читал, то это, конечно, очень печально. — Ну, а подчиненные его, условные Шенгареева, не воспримут это как сигнал к действию? Просто многие начали проводить параллели между историей с Борисом Немцовым. — Ну, параллель с Борисом Немцовым неизбежна в том смысле, что мы знаем, что Золотов большой друг господина Кадырова, а люди Кадырова как бы угрохали Немцова, да, так получается, если уж там параллель через параллель. Ну, конечно, угрозы подобного человека оставлять без внимания нельзя, потому что, ну, и могущество Золотова, его, как бы, возможности, они не оставляют сомнений в том, что он может привести в исполнение какие-то угрозы и так далее. Я, размышляя о самом факте, о форме этого выступления, это, конечно, на самом деле ужасно. — То, как прошла акция протеста сторонников Навального в Уфе 9 числа, вот что вы можете сказать? Все шло так, как ожидалось ровно, или были какие-то сюрпризы? — Для меня нет. Я, честно говоря, не ожидал, во-первых, что в этот день, в такую погоду, выборный день и на несогласованную акцию соберется такое количество людей. И однозначно я не ожидал, вот я и со своим ребятам, с которыми мы там ходили это дело смотреть, освещать, говорил, я был удивлен такому количеству, я был удивлен решимости вот пройти тем маршрутом, который они выбрали или там сгенерировали по ходу шествия. То есть это для меня выглядело достаточно убедительно и достаточно, ну, скажем так, грандиозно. В том смысле, что и люди, во-первых, не боялись, что вся эта тысяча человек пришла на несогласованный митинг. И все эти крики, визги, отчаянные крики Шенгареева, то есть иногда там менялась у него тональность уже до истерики, когда он кричал о том, что все это запрещено и не разрешено, и как-то это все очень игнорировалось. Я увидел в этой толпе совершенно другое настроение, нежели те, которые были на предыдущих мероприятиях. То есть тут было и какое-то решимость, и какое-то отчаяние. То есть меня удивили вот эти пенсионеры, которые кидались на полицейских и в лицо им говорили, что они там бандиты, убийцы и прочее. То есть я не поддерживаю таких вот крайних формулировок в отношении правоохранителей, но я видел, что это вот отчаяние в людей. Причем вот то, что самыми смелыми были, на самом деле, отчаянными были пенсионеры, это говорит о том, что люди начинают понимать, куда они попали и что с ними случилось. Ну, молодежи тоже. Молодежи было не так много, как в прошлый раз. То есть ее не было там 99,9%. Возрастная картинка там была немножко другая. Было очень много взрослых, зрелых людей. Было достаточно много пенсионеров. То есть, ну, конечно, много молодежи было. То есть, но вот возрастная картина иная немножко. Ну, самое главное, что меня поразило в этом событии, это то, что люди не боялись прийти. Мне вот что интересно стало, показывая коллегам по избирательному участку видеотрансляцию с этого мероприятия, я увидел то, что людям, во-первых, это очень интересно, во-вторых, они сочувствовали тому, что происходит, удивлялись тому, что происходит, то, что полиция задерживает, снимает и так далее, и расстраивались над темой того, что они ничего об этом не знают. То есть, штаб Навального, вообще Навальный как политик, им известен, в принципе, но о том, что он проводит какие-то акции, они ничего не знают. Почему так происходит? Здесь вот где собака зарыта? По поводу оповещения, ну, призывать на незаконные акции, это уже преступление. То есть, если бы там Чанышева или Комлева написали где-нибудь в Фейсбуке или ВКонтакте, что приходите туда-то, туда-то, тогда-то, тогда-то, то они сразу подпадали бы под, как бы, вот эти вот репрессивные меры. Это, во-первых, вопрос оповещения. То есть, надо искать какие-то другие там, ну, не скажу, что конспирологические там, ну, какие-то вот способы привлечения людей, да, информировать их о том, что происходит, если акция незаконная. Во-вторых, ну, Навальный, на самом деле, смотрите, он становится немножко вторичным. Люди пришли протестовать против власти, а не за Навального. Вот в чем дело. Вот это было. Я слушал внимательно разговоры в этой толпе, там, и в каких-то из них участвовал, там, анализировал. Люди пришли не за Навального. За Навального была глава этой колонны, которая, ну, это функционеры или там активисты вот этого штаба, чтобы их там было человек, там, может, 50-70. А все остальные пришли против Путина. Это очень разные вещи. Потому, ну, да, многие именно хотят в этом участвовать, потому что они возмущены происходящим вокруг. И, в принципе, им, наверное, все равно. Потому что они бы пришли и на митинг КПРФ, если бы там были заявлены вот актуальные для них вопросы и протесты, да, они бы пришли и на митинг «Справедливая Россия», они бы пришли на другие митинги. Но КПРФ ведь начала свой митинг с минуты молчания убиенного, там, какого-то бандита из ДНР. Ну, то есть это людей отталкивает. Люди хотят протеста, они не согласны с тем, что делается в стране. Они не согласны с Путиным, они не согласны с Хамитовым. Вот. А Навальный – это всего лишь лейбл для кого-то, а для кого-то просто, ну, повод. Репрессии относительно активистов будут продолжаться? Вот Чанышева уже сидит, отбывает 15 суток, штрафы в размере 10 тысяч рублей, вот, выписывают с активистом. Ну, что значит продолжаться? Тех, кого сочтут организаторами, я думаю, ну, репрессируют, накажут там в соответствии с законом. Я не думаю, что кого-то еще закроют на сутки, всем остальным выпишут штрафы. Ну, может, мальчика вот этого, который с плакатчиком стоял там дожить до пенсии, вот, может быть, его тоже там, я не следил за его судьбой, может, на 5 суток посадят, может, на 7, может, штраф дадут. Нет, там каких-то массированных репрессий не планируется, я думаю, так вот. К чему это должно привести? Это должно запугать людей или наоборот? А уже не работает. Вот первые задержания, которые были массовые, когда в Москве и так далее, то есть, они вот тогда немножко напугали людей. Сейчас уже нет. Я видел вот в твоих глазах, что люди не боятся. Там, причем, люди шли и обсуждали, да, задерживать будут, наверное, будут забирать, но всех же не заберут. Вот, примерно, очень часто эта фраза повторялась. То есть, люди морально готовы. Ну, всех не перевешивайте, да, условно говоря. Ну что ж, поменяем тему. У нас еще один важный вопрос есть. Это история вокруг БСК и сохранения Шахана Таратау. Ну, во-первых, коротко, буквально, инициативная группа собралась с предложением провести референдум. Как вы оцениваете перспективу этой идеи? Это полка о двух концах. С одной стороны, этой историей может воспользоваться БСК, если правильно выстроить работу. Референдум — это те же выборы. Просто ответить нужно будет на вопрос. Меня немножко настораживает та формулировка, которая предлагается на этот референдум. Она опять вывернута наизнанку и иногда провоцирует просто технически на неправильный ответ. Ну, это вопрос обсуждаемый, решаемый и так далее. С другой стороны, если провести чисто этот референдум, то, конечно, большинство людей выскажется против разработки горы. Но генеральный директор БСК в вашем эфире как-то подстраховался на эту тему, сказав, что ну и что? Что референдум скажет, что мы не хотим. Ну, то есть, я пока нейтрально отношусь к этому референдуму. Если он состоится и состоится нормально организованным, то пускай будет. Если начнутся фальсификации и какие-то перетягивания... А у него разве есть шанс вообще быть организованным с учетом того, что у нас референдумов не бывает? Нет, у него как раз уникальная ситуация. Вот у этого референдума есть хороший шанс быть организованным. Потому что, во-первых, ЦИК его разрешит. Угу, диспликанский. Да, ну, то есть, его пропустит через себя наш новый Курултай, и ЦИК разрешит. Ну, это вопрос времени, затяжка происходит. Нехорошо то, что этот референдум придется где-нибудь там на какой-нибудь ноябрь-декабрь, в лучшем случае. А может быть, и уйдет уже за рамки 2018 года, и случится там ранней весной или весной. Тут уже нужно это все соотносить с выборами, которые случатся осенью. То есть, в общем-то, затягивается узел. Нет, он может случиться, этот референдум, если люди его организующие проявят некую организационную способность к тому. А в Белом доме есть как бы заинтересованность в том, чтобы он был проведен? Они ведь могут помочь этим людям, скажем так? Они могут помочь, но с другой стороны... И они даже хотели бы помочь, наверное, при искомом для них результате. А вопрос только в том, что они очень боятся. Они не умеют организовывать процессы, у них нет людей, которые умеют организовывать процессы, и они очень боятся неудачи. Белая дума у нас в основном занимает позицию такую, что лучше ничего не будем делать, как бы что ни случилось. В данном случае, наверное, с этим референдумом может то же самое случиться, потому что они не понимают, как сделать процесс управляемым. А когда процесс для них неуправляем, для них это угроза. Так, если теперь подойти к позиции БСК, она такая, в общем, бескомпромиссная, да? Они считают, что либо вы нам даете Таратау, либо мы закрываемся. Вы как это можете объяснить? Это реальная, объективная позиция? Да, это вот позиция абсолютно уже четко сформулирована. Сначала ее там из кустов формулировал Абаз Галямов, потом ее со свойственной примитивностью сформулировал госпожа Бортова, а теперь ее окончательно утвердил, значит, вот этот господин Анн. Вообще, я с чрезвычайным интересом послушал этот сюжет, я многого не знал про господина Анна, и вот этот вот 68-летний ветеран химической промышленности Советского Союза в эфире Москвы, ну, вот ничего нового не сказал. Я ожидал от него некой аналитики, неких аргументов, какого-то серьезного подхода. Кроме того, что он окончательно нивелировал позицию госпожи Бортовой, заявив, что она там ничего не знает, не решает, и вообще перестанете ее вспоминать, он, ну, вот, понимаете, тут, может быть, нехорошо прозвучит в эфире, но вот советские корейцы, это люди без родины. Он родом с Сахалина, потом работал где-то в Иркутске, он не знает, что Агидели белые, это одно и то же, ему все равно на Башкирию, абсолютно. То есть, ему наплевать, и не только потому, что там он доверяет этой теории сакральности горы или не доверяет ей, ему просто наплевать, ему нужен известняк. Он такой вот суровый, сухой, абсолютно дистиллированный профессионал за пенсионного возраста. Значит, я ожидал от них другого, я ожидал, что они приведут аргументы и начнут разговаривать. Разговаривать они, видимо, не в состоянии. То есть, вот это уже верхняя планка менеджмента БСК, то есть, выше, наверное, только господин Рапута, который формально не является, в общем-то, там, официальным лицом. То есть, наверное, разговор с руководством закончился на этом, я думаю. Вот выступление господина Анны, его позиция, которая ничего нового нам не рассказала. То есть, где он не знал ответов, он говорил, я не специалист, я не профессионал, вам юриста приведу. Да, какой-то там бред опять про эти белые моря, про безвредность соли и так далее, и так далее. То есть, ну, я ему советую съездить в Южную Корею, только не в Северную, и пообщаться там с своими заплеменниками на предмет, вот как это делается в Южной Корее, насколько они трепетно или не очень относятся к своим водоемам, к своим этим, и размышляют ли они о том, что сбросы тысяч тонн соленой воды в Пресные Реки, это совершенно безвредно. То есть, я думаю, что он там много интересного узнает на своей исторической родине. Вот это меня оттолкнуло, конечно, вот его вот такая вот позиция. Они не объясняют самого главного, а почему им должны отдать гору? Потому что они угрожают увольнением 9 тысяч работников? Да, и страна попадет в зависимости от импортной соды. Второй аргумент. Ну, во-первых, есть решение, во-вторых, как выясняется, уже импортная сода скоро станет дешевле, чем российская, как только турецкая компания выйдет на полную мощность. И на самом деле, вот когда сода разведена в стакане воды, непонятно, турецкая она или российская, да, то есть, это просто сода. Вот, соответственно, ну, это все достаточно наивные угрозы. А если им удастся доказать на уровне, я не знаю, Путина, что они правы, ведь и объяснят по поводу того, что у нас национальная безопасность под угрозой. Они только на это рассчитывают. То есть, это единственная их надежда, потому что у них нет законных оснований, у них нет логического обоснования вот этой позиции. Они рассчитывают только на субъективные возможности, то есть, что зайдет какой-нибудь Чемизов Путину, нальет чай, скажет, Владимир Владимирович, горе у нас, беда на Урале, в Ашкирии. Погибает завод, Родина в опасности. Путин возьмет золотую ручку и подпишет указ. Все. И тогда заткнутся все. То есть, заткнется Хамитов, заткнутся все защитники постепенно, кому-то пряник, кому-то кнут будет предложен, значит, и все. Вот как раз про Хамитова хотел спросить. В этой ситуации он окажется в неловком положении, да? То есть, вы говорите, что он планирует пойти на новый срок, а если противовес его мнению будет принято решение, как он будет выглядеть и насколько его шансы останутся весомыми? Ну, к Хамитову не привыкать. Он практически все время находится в неловком положении. Он сам себя в него поставил, в это неловкое положение, по разным причинам, по разным аспектам и разным темам. Он уже привык, ему нормально. Ну, у него есть универсальный ответ. Я подчиняюсь воле федеральной власти. Тем самым он еще и усилит свою позицию в Кремле. А здесь как-нибудь объяснит. Ну, скажет, вот, там, баламуты. Обычно у нас же как говорят, да там 15 человек бегает вокруг горы. Народ-то за. И вот тут можно врубить референдум, и референдум скажет, где-нибудь в марте скажет, да, конечно, надо разработать. А насколько велики шансы, что найдутся реальные активисты, которые будут защищать Таратау, ну, я не знаю, там, с вилами в руках? Физически? Ну, знаете, там были, конечно, сходы вокруг этой горы. Это вопрос организации. Вот как бы это ни звучало печально. Но есть такой ресурс Башкирии? Он теоретически есть. То есть количество людей, готовых туда приезжать и что-то там делать, оно достаточно большое. Вопрос их оповещения, организации, объединения вокруг какой-то идеи, вокруг каких-то организаций, каких-то групп. Да, есть. Я не знаю, о каком количестве можно говорить, но я думаю, что это несколько тысяч человек. Теоретически. Сколько из них одномоментно может это сделать, я не знаю. Но тоже достаточно много, судя по тем событиям, которые там были. У нас 15 секунд. На ваш взгляд, Таратау сохранится или нет? Не знаю. Понятно. Спасибо большое. Я напомню, что в гостях нашей студии был политтехнолог Андрей Пателицын. Спасибо всем, кто был с нами сегодня. И до свидания. До свидания. Никаку. Никаку. Никаку.